Господин президент, позвольте задам... Ну подожди, я еще не стал господином. Давно уже, товарищи. Да, денег нет, и какой господин? Если деньги есть большие, тогда господин. А так у меня с господами все стали, а денег нет. Это интересная тема и про господу, и про товарища, и про вашу фразу, что для вас столица Москва. Давно. И то, что от Бреста до Владивостока, это большие, серьезные темы, которые, конечно... Это очень все просто. Что касается Москвы, вы просто, вот уверен при вашей осмедавленности, вы не знаете, когда эта фраза прозвучала впервые. Хотя я где-то говорил, значит вы упустили. В середине 90-х, после Республики Союза, первые президентские выборы, я случайно победил, тогда Россия и Ельцин поддерживали Кебича. Это была основная альтернатива, да не для меня, а для наших нацменов, Шушкевича и Ижи с ними. Зенон, Позняк, Шушкевич – это одна команда, а Кебич – это вторая. Ну, примерно такая программа, как у меня. И Ельцин, конечно, поддерживал его. Ну, а получилось, что эти две силы первого места не заняли, и я с 80-ти лишним процентов во втором туре, после сфальсифицированного первого, я уже это знаю точно, победил. И я приезжаю в Москву. Вот в 1-й 94-м в Москву приезжаю, Борис стоит, длинный стол какой-то, и он стоит так, и у него трудно было понять, о чем он там думает и прочее. Но я увидел вот эту настороженность. Я захожу, и он в дверь заходит одно время, и на меня смотрит. И такая немая пауза. Но я так как-то среагировал быстро, и говорю, Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую страну и чужую Москву, то вы ошибаетесь. Это и моя Москва. Второй вопрос по поводу от Бреста до Владивостока, это мировоззренческое мое убеждение. У нас это, я всегда об этом говорил, просто россияне не хотели это слышать и говорить об этом, особенно ваш брат. У нас сложилась ситуация, отечество одно, а государство два. Я вот к этому как раз веду, я вижу ситуацию 1994 года иначе, потому что для Ельцина заходит человек, который выиграл вопреки, и заходит человек, который практически единственный на постсоветском пространстве, был против Беловежского сговора. Поэтому для него как раз была настороженность, потому что если посмотреть, то ведь вы постоянно были контрапунктом. Вы были все время против той позиции и того пути, который выбрал Ельцин, его команда молодой реформаторов. То есть, если угодно, то Украина когда-то сказала, что Украина не Россия, ну, устанет. Да, не знаю, что да. А вы показывали, что Белоруссия не олигархическая. И вы отошли от этого пути. В том числе. Ну, это вообще интересная тема историческая, и того пути, который вы выбрали, и к чему он привел, хорошо это или плохо, это судить не нам с вами, это в конечном итоге и судит историю. Почему вы не в Пекине? Почему вы не на Олимпиаде? Вы мне ответите, потому что вы под санкциями? Да, это главная причина, потому что я под санкциями, я и руководитель Национального комитета, он же мой Виктор, сын, мы оба под санкциями. Мероприятие проводит МОК, Международный Олимпийский комитет. Они жестко поставили перед Пекином вопрос. Мы в это не увязываемся, ну, зачем нашим друзьям доставлять какие-то неудобства. И я спокойно МИДу поручил, чтобы... Но у тебя с руководством КНР очень теплые отношения. Очень, да. И, конечно, наверняка были предложения, официальный визит в это же время. Ну, разные варианты. Но все равно... Вы решили нет? Все равно, Владимир Владимирович, ну, все равно понятно было бы, что там я напрягаю, китайцы реагируют как друзья. Я думаю, без меня обойдутся там на открытии. Тем более, там же мой друг. Если что-то надо, он обязательно скажет от моего имени нашему общему другу Си Цзиньпе. Во время Олимпиады как раз Беларусь пронес флаг России, когда это было запрещено. И для нас это был очень важный симптом. И вы очень много внимания уделяете спорту и спортсменам. И вдруг, в тот момент, когда Белоруссия стала совсем неспокойна, ряд спортсменов выступили резко против вас. Больно, обидно. Вы пытались понять, почему они так поступили? Если честно, то да, приятного мало. Не то, что больно, потому что основную боль я уже пережил. Вы знаете, что все эти потрясения, незаслуженные, незаконные, которые произошли в 2020 году, они были побольнее, нежели там бывшие спортсмены выступили против Беларуси, в том числе против меня. Ну и одна из них в Токио, в Токио, по-моему, которая была 36-й или 56-й в своей дисциплине. Ей дали шанс выступить на другой дистанции. Но заранее была эта договоренность, поэтому это алогично все было и сразу сбежало в Польшу. Но это было все очевидно. И среди наших спортсменов, действующих, это вызвало только осуждение. И, в принципе, согласитесь, что это было на руку власти. Вот такая неуклюжая попытка борьбы спортсменов против меня. Ну а вообще, извините за нескромность, все-таки я аж немало президента. Я начинал с нуля. И когда умер у нас Володя Рыженков, первый министр спорта, он же руководитель НОК, был президент Национального импийского комитета. Я помню, мы же с ним постоянно встречались, теннис играли. И он меня очень просил. Он болел и меня просил. Говорит, если вы не возглавите НОК, все развалится, и каждый будет нуть свою линию, и единства не будет. Поэтому в этом был смысл того, что я стал президентом НОК. Но с этого началась еще одна эпопея. У нас каждый государственный служащий, чиновник, ну, наверное, сверху донизу практически, вся вертикаль власти, до председателя райисполкома, имеют общественную нагрузку. Ну, как когда-то в Советском Союзе были. Я президент НОК, я за это ничего не получал, не имею права по конституции. Ну, и другие возглавляли федерации там и так далее. Кое-что из Советского Союза у нас осталось. Допустим, МВД там свое, Минобороны свое, это пулевая стрельба. В КГБ всегда в Советском Союзе, и мы это оставили. Они курировали, даже офицерами были спортсмены-биатлонисты, ну, и так далее. Вот эта практика у нас сохранилась, поэтому я возглавил этот орган. Я знаю каждого спортсмена. Я лично очень хорошо знаю ту девушку, плавчиху нашу, как спортсменка была неплохая, хорошо плавала. Очень хорошо знаю, много помогал. Ну, без меня практически ни один вид спорта, ни один спортсмен, который засветился высоко, без меня он не поднимался. Я всячески способствовал этому. Я создал президентский спортивный клуб, который, кстати, возглавляет средний мой сын, изначально. Он единственная должность, где он работает, в этом президентском спортивном клубе. И там мы собирали крохи эти деньги, чтобы оказать поддержку и помощь. Ну, и после всего этого, вот представлено. Почему? Почему они отвернулись? Ну, знаете, спортсмен, жизнь у него короткая. Это, наверное, главное. Уйдя, наверное, не было и того внимания, и не было и денег тех, и прочее, прочее, прочее. Многие вопросы. И когда им предложили на Западе эту обертку от конфетки, они увидели там конфету, видимо. Потому что сейчас сидят же без денег, без всего. Но это сложный вопрос. Вот смотри. Ну, это же психика человека. Да, но вы для них много сделали. Вы считали, что они, ну, вам близки. Почему их не собрать? Вы же пошли даже в СИЗО встречаться там с разными оппозиционерами. Их выслушивали, говорили с ними. Почему этих людей не собрать? Есть принципиальная разница. В СИЗО и прочие люди, это люди в Белоруссии. А те беглые, беглые предатели, которые сразу же выступили за санкции против спортсменов действующих. Зачем? Это странно, да. Это же такие же люди, как вчера ты была. Это не по-спортивному. Или был, да. Это просто не по-человечески. Дальше. Они пошли дальше. Их использовать начали. Они и сейчас, и тогда были зачинщиками тройка нашей. И они санкции против Белоруссии. Это предатели. И по нашему закону нынешнему, это, наверное, лет до 12 там. Поэтому почему я должен с ними встречаться? Это бандиты. Это бандиты, которые воюют против государства. Но дорога назад у них есть? Ну, я же недавно сказал. Я к этому и обращаюсь. На коленях приползти. Ну, я, может быть, несколько фигурально высказался по-соловьевски. А на самом деле так. Я что, за ними пойду туда? Нет. И потом, многие, наверное, поняли, что, ну, тут я уже их реабилитировать хочу. Даже преступников. Ничего подобного. Я же сказал. Будет создана общественная комиссия. Будет принимать решение. Специалисты. И те, кого они убить хотели, журналистов, это же правда. Вот они и примут решение. Примут решение сидеть. Будет сидеть. Но это не по отношению к спортсменам, а ко всем беглым. Ко всем. И потом, вы не заметили фразу, пропустили, вы ее прочитали, но пропустили, что есть практика. Если лицо хочется сохранить, подкиньте их на границу, мы их заберем. Это то, что делает сейчас Польша и Литва с беженцами. Они их избивают до полусмерти, а иногда трупы подбрасывают нам на линию границ. Мы их забираем. Это такая шутка была. Но если хотите сохранить лицо, пожалуйста. Ну такая же шутка-то жесткая. А по-соловьевски? Соловьев по-разному бывает. Ну в данном случае бывает и это. Я просто к чему веду? Смотрите, вы по большому счету, вас позиционируют как последний диктатор Европы. Хотя если посмотреть, то формально-логически довольно сложно отличить то, что делаете вы, от того, что делал Ликванью в Сингапуре. Много лет концентрация государства, власти, не экономической, но власти, иногда очень серьезные решения, методы, которые могут нравиться, не нравиться, но Ликванью чуть ли не икона все обожают. Лукашенко, неподходим, будем травить, будем преследовать. Ваша оппозиция, ну как вы сказали в свое время, левой грудью вы их скормили, творческую интеллигенцию, и они предали многие. Те, которые сейчас ваши оппоненты, я тут беседовал с одним, с Латушкой, ну по идее, ну вы же его вырастили. Не только. Ну просто, то есть вот. Ну конечно. Почему все эти люди, это о чем свидетельствует? О том, что вы где-то их не увидели, не досмотрели? Ведь почти каждая история, это в том числе история такого личного предательства или разочарования. Нет, ну если взять этот персонаж, который вы назвали, так разве я не досмотрел? Это была моя вина, мягкотелость я проявил. На последнем даже этапе, когда он вернулся из Франции послу, Маккей, МИД, мне предлагали не брать его в кадровый реестр, скажем так, президента. Пусть идет где-то там устроиться и живет. Но он просил на коленях, вот направьте меня в театр Янки Купалы, ну национальный наш театр главный, который я, кстати, ну просто и из пепла поднял. Это через дорогу от резиденции президента был. И всех там практически актерового знал и поддерживал его этот театр. Его уже давно не было. И причиной тому наши националисты, как ни странно. Они все это забросили и не смотрели. Назовите, пальцем ткните на карту хоть один объект вот такой крупный, культурный. И скажите, что там Лукашенко не походил и не профинансировал и не возродил. Плод туда до низов, до районных центров, до областных. Сегодня просто ничего не надо делать в области культуры, материальной сферы. И когда Маккей предложил его не назначать, я говорю, слушай, ну вернулся парень, ну белорус вроде прочее, давай назначим на театр, пусть работает. Вот я его назначил. А если бы я Маккея послушал, я бы его не назначал и правильно бы поступил. Но назначая, он это недавно говорил, я ему сказал, знаешь, Павел, не дай Бог, ты предашь страну. Ладно, говорю, меня, но если ты предашь страну, я тебе повешу. Ну так, в шутя. Он это сказал, и это было правда. Ну а вот случилось. Быстро перекрасился, переобулся и повел себя таким образом. А то, что наши творческие работники себя так повели, в большинстве своем они заблудшие были. Они не враги. Да, насилие там, вы знаете, это фальсификация выборов и прочее, прочее. И повелись на это, большая часть, в Минске особенно. Мы не видели это в областных центрах, в районных, там люди покрепче, а в основном Минске. Ну и естественно, что на вас повлияло, особенно на журналистов и прочее, это технологии интернета. Всем казалось, ах, ох, как они кричали. Ну, к примеру, на улице вышел миллион. Я могу вам подарить то, что в СИЗО подарил карту. У нас полная карта, фотографировали, каждого человека считали. На пике было максимум 46 тысяч. На пике. Я еще раз говорю, я могу подарить эту карту, и вы посмотрите. Точно так и здесь. Фейки, технологии, вы лучше меня знаете, как это делается. Госслужащие, они сейчас работают. Я их не увольнял. Они тоже вот против насилия, как это так. Я со многими разговаривал, убеждал, показывал. Сегодня они прячут глаза, когда встречаются со мной. Но насилие было? Вы знаете, они же понимают насилие как? Не соразмерная сила, как минимум, а максимум, что чуть ли не домой пришли и начали там бить, ломать и прочее. Они пришли с заточками, скажем так, с пистолетами. Мы показывали картинки, когда они останавливают машину, выкидывают под дулом пистолета, под столом водителя и ставят папирок, блокируя улицу. Значит, масса этих фактов. Но самое главное, когда они начали с тыла заезжать ребятам и автомобилями их легковыми. Я хорошо помню эти моменты, я их у себя показывал. И вы что, считаете, что это насилие? Это была моя команда? Нет, нет, нет. Отвечать нам? В момент задержания применение силы очевидны и необходимы, если надо подавить силу. Но когда люди задержаны и проведение допросов с применением силы, это то, что ставится вину. И вы тогда сказали, и тогда один из руководителей МВД взял на себя ответственность, сказал, что да, то, что было на окрестине, это неправильно и будут расследованы. И эта тема вдруг замолкла. Нет, она не замолкла. Она была юридически абсолютно чиста и доведена до логического конца. Так вот, по поводу насилия на окрестина. На окрестина это центр, где задерживали, там никаких допросов еще не было. В этом центре работало, по-моему, 34 человека. А в то время было задержано их, наверное, под 2000, когда блицкриг они пытались осуществить. И помещены в этот центр временного содержания. Вы понимаете, что если урка, отсидевший, они на передовой было, там большинство было этих людей. Ну, плюс там с России подъехали, с Украины. Их везде хватает идиотов, которые кто хайпануть, кто руки погреть на этом хотели. Ну, вот около 2000. И когда этот бывший урка попадает в подобное учреждение и напротив менты, вы знаете их взаимоотношения. Вы же знаете, что милиционеры, если даже попадают в тюрьму или в колонию какую-то, они вместе с урками не содержатся. Это отдельно, потому что это резня сразу. Они не воспринимают, ненавидят их. И когда они попали туда, притом проколотые, пропитые практически все, они рванули на этих ребят, которые в ИВС работали. И какая должна быть реакция? И как 34 человека могли изнасиловать и избить 2000? Пошли фейки. Да, по мордасам они получили сильно, те, кто полезли на милицию. А как иначе? Получили. А потом пошли фейки. Доварищ президент. Лицо сняли, попу сняли, накрасили. Знаете, пошла волна. Вот это единственный момент, где они, наверное, нас переиграли. Насилие, насилие, фотографии везде, лицо разбитое, кровь течет, бычья кровь. Кругом были фейки, кроме того, что кто-то по мордасам там получил. Это мало. Надо было это показать на белой рубашке, кровь там. Это элементарно. Если хотите, мы можем вам рассказать, как это делается. Хотя вы лучше меня это умеете делать. Поэтому они в этом плане, нас, переиграли с этим насилием. И многие люди, сидя в телефоне, видят, боже мой, там все побито, разбито, кровь течет. И прочая попа синяя. Это потом только разобрались, что... Для меня... Да, и министр... Это министр... Он выступил. Да, он говорит, извиняться начал. Это со мной не было согласовано. Извиняться было не за что. Ну, он выступил, да, я готов взять там на себя. А не надо ничего брать на себя. Не надо, если ты не виноват. И не надо им потворствовать. Ибо было бы, как в Казахстане. Вот я к этому и веду. И потом, эта тема была мною снята, если вы за этим сидите. Да, я как раз заметил. Как вы уже взял на себя. А что тут взял на себя? Я хотел, чтобы было справедливо и честно. Справедливо и честно? Или по закону? Или по протоколу? Ну, вы знаете, я не думаю, что в данном случае закон у нас расходился со справедливостью и честностью. Но у вас же пытки запрещены. Не Америка же. Подождите, а мы кого пытали? Ну, когда вы говорите, что по лицу, когда палки, что это было... Не по лицу, а по морде, я говорю. Ну, что можно президенту, нельзя журналисту. Ну, да, наверное. Вот, поэтому... Ну, называйте вещи своими именами. Я полностью был погружен в это. Понимаете, все распоряжения шли от меня. Я видел это на экране по соответствующим каналам, что происходило. И контролировал каждого генерала и полковника, и подполковника. Поэтому все команды шли от меня. То есть это было насилие, которое вы сказали, необходимо? Владимир Рудольфович, если бы... Я не даю оценки, ни хорошо, ни плохо. Если бы мы им не дали по морде, это начало бы разрастаться. Да, я признаю, что они в чем-то нас переиграли, насилие-насилие. Нет, переиграли вы их вы. Ну, знаете, правильно. Но они поняли, что туда лучше не попадаться. Вот для меня был критичный момент, такой принципиальный. В том числе изменение моего отношения к вам личного. Когда вы с автоматом прилетели. Я понял, что точно не Янукович. Точно не побежит. А какие у вас были основания думать до этого, что я побегу? А какие были основания думать о Януковиче? Ну, это Янукович. Что он, притворяясь таким большим и мощным, в какой-то момент вдруг растает, как горстка снега под солнцем. Владимир Рудольфович, вы человек глубокий. Янукович и я, большая разница. У него денег было много, понимаете? Нет. Деньги давлеют всегда. Жмут в кармане и надо спасти деньги. Но какие для вас деньги? Нет, для них, я говорю, у него были деньги. Да для вас деньги не играют никакой роли. По психотипу, насколько я понимаю, для вас важны совсем другие вещи. Нет, ну, желательно, чтобы деньги были, потому что жить-то надо. Думаю, что когда вы вышли с автоматом, мне это чем-то напомнило, я говорил людям, когда знаменитый фрагмент войны 12-го года, генерал с двумя сыновьями, поднимающий их за собой в атаку. Вы были сыном, но стало ясно, что вы готовы умереть, но не уйти, не убежать, не сдаться. Мне кажется, что это был переломный момент вот тут, потому что толпа думала, что испугаетесь. Думали, что без вас дрогнут ребята, которые стояли с оружием охраняем. Вы прилетели к ним. Это был расчет, автомат был заряжен, вы реально были готовы умереть, принять бой? Первое. За пять минут до посадки вертолета они побежали, потому что я специально пролетел над проспектом Победителей, где они кучковались до этого Дворца Независимости. Я прилетел. Я же не знал, что это произойдет. Я находился в загородной резиденции, прилетел сюда во Дворец Независимости, контролируя все и вся. Да, я видел. Они подняли этот фейк, что вот как Янукович, он уже в Ростове. Дети улетели. Я автомат в руки, бронежилет одел, даже шлем забыл одеть. Да, меня тогда удивило. Кто-то помог, вот ребята эти, один из начальников службы тогда был со мной. Никто ничего не дрожал, я знал, как действуют наши ребята, они выполняли все, что я им говорил. Но я им должен показать, что я никуда не сбежал, я здесь. И дети мои тоже, даже самый малыш. Он не шел там, он как он сказал папе, я не иду никого нападать, я иду защищать своего отца. Я сел в вертолет и буквально через несколько минут приземлился там. Автомат был со мной, у меня автомат сейчас в резиденции, мой личный автомат, я его... Зачем? Все боевые патроны, слушайте, что значит зачем? Резиденция президента, особенно где он живет, всегда, особенно в этот период, вожделенное желание любого подонка. Они и планировали нападение на резиденцию, поэтому у меня, кроме пистолета, у меня оружие там. И не только у меня, но и младший сын, он прекрасно владеет оружием, недавно с Путиным сорвновался по стрельбе и выиграл. Хотя Путин прекрасно стреляет. Поэтому вот зачем? И прилетев туда... Но это стало в момент обострения или оружие всегда было с вами? Всегда и сейчас в том числе. С 94-го года оружие. Конечно, ну слушайте, в резиденции президента, кроме моего личного оружия, там куча другого оружия у службы безопасности. Это само собой. Раньше БТРы стояли там. БТРы стояли... Потому что есть постоянная угроза? Ну, наверное, это естественно. Угрозы Путину нет вроде сейчас. А оружие в резиденции, где он живет, обязательно. Даже в большем объеме это ядерная держава, это непозволительно. Это естественный факт. Но когда я стал президентом, всякие БТРы, бронетехнику я оттуда убрал. И оружие у нас есть, необходимое для защиты, если надо. Кстати, они туда проезжали. Я в деревне, в лесу живу. Они туда проезжали, к одним воротам, ко вторым. С оружием? Нет. Нет. Мы их задерживали, служба. Разные. А когда они вышли на площадь, они когда пошли к президентскому дворцу? Сюда. Они были с оружием? Ну, я этого не знаю. Я исходил из того, что возможно. Потому что если они пошли уже на штурм Дворца независимости, это большой риск. Раньше они не предпринимали. Не могу поверить, что вы не знаете. Нет, нет, я не знал. У вас спецслужбы работают очень хорошо. Я не исключаю. Но они прекрасно знали. Естественно, спецслужбы работают. И мы разными методами до них доводили. Если только кто-то поднимет, ну, хоть что-то в адрес правоохранителей, положим всех. И они это знали, что это черта. Поэтому никогда не применяли оружие. Хотя, слушайте, ну, что за проблема? После этого мы с Украины просто огромными партиями задерживали, переброшенные с Украины. С Украины. С Украины. Один раз с Россией. Один был случай с Россией. Кругом провезли. Но оружие, происхождение, взрывчатка украинская. Александр Борисович, с Украины. Вы для них сделали с 2014 года больше, чем кто-либо. По просьбе вашего президента и моего друга. Вы сделали для них больше, чем кто-либо. А они вас предали. В самоответственный момент сначала стали поставлять боевиков и оружие. Потом еще попытались поиграться непонятно в какие спецслужбы с нашими ребятами. С задержанием. А потом еще ввели впереди планеты всей против вас санкции. И сейчас постоянно вытирают лично о вас ноги, о Беларуси. Всякую чушь. И вы все равно к ним относитесь не к народу, а к власти, ну как-то так я бы сказал, мягко. Ну вы знаете, Владимир Владимирович, ну я же не журналист. Я же президент. И вообще я человек такой, знаете, воевать так воевать. Если нужно это. Работать так работать в разных режимах. Поэтому вы не думайте, что я буду смотреть сквозь пальцы на все то, что они сотворили. Вы правильно сказали. Но здесь дело не в личном. Беларусь в целом к ним хорошо относилась. Мы с ними наторговали в прошлом году, представляете, сколько? Это второй партнер в торговле за прошлый год. Почти 7 миллиардов долларов. И в основном это наши поставки туда. Вот продовольствие. И когда-то Украина всех нас кормила. Кормилица была в Советском Союзе. Сейчас мы поставляем. Россия поставляет в том числе. Переработанные продукты там и так далее и там подобное. Не называю фермы. Мы им поставляем вместе с россиянами одинаковое количество нефтепродуктов. Литва там на полтора миллиарда вроде поставляла. Межейкай, знаете, такой завод через Беларусь. Сейчас мы закрыли эти поставки и так далее. Ну, мы видим, что происходит. Вот что мы делаем, мы просто помогаем людям. Ну, представьте, завтра... Каким людям? Украинцам. Ну, они говорят, что вы нелегитимный президент и при этом подписывают с вами договоренности и закупают экстренные электроэнергии. Да. Ну, или или. Они у кого закупают? Тогда их судить надо по их же закону. Владимир Владимирович, если бы мы им не поставили последние выходные, по-моему, электроэнергию, рухнула бы вся система. Вопрос у меня не случайно же стал говорить, что для вас в Беларуси. Это все, что у меня есть. И как вы это сможете? И я с автоматом шел, потому что я знал, что я защищаю, вот, батька, батька, я защищал своих детей. Ну, и как при этом вы можете вдруг взять и проиграть выборы, независимо от того, действительно, кто как проголосует? Вы что, зачем вообще вам выборы? Нет, нет, я поясню, к чему веду. Вот мы в России сейчас столкнулись с тем, что многие задают вопрос. А почему мы взяли форму, не свойственную русскому народу? Почему нам в 90-е предложили разные подходы, но они не наши? Но мы же их взяли. А зачем? Может быть, это была ошибка? Это другой вопрос. Может, вернуться к вековому опыту. Ну, давайте возвращаться. Иной формы народовластия. Давайте возвращаться. Мы потихоньку возвращаемся. Я как раз веду к тому, что вы... ...белорусское народное собрание и прочее, вече, возродите это. Да, ищите свою форму. А вы нас дубасите, вы нас за это дубасите. Кто вас за это дубасит? Россияне. Какие россияне? Российские все средства массовой информации. Но вы их разделяете, они российские или псевдо-российские? Нет, российские. У нас по-разному бывают с российскими СМИ. А что, коммерсант и прочее, и же с ними они не российские или псевдо? Ладно, новая газета псевдо. Я скажу так, и же с ними. То есть, это пусть они каждый решают сам. Ну, да. Но как вы вот видите, сейчас вы возьмете и это все отдадите? Ну, как вы видите, процесс смены. Объясняю. Объясняю. Вы верите в то, что я буду знать, чего хочет белорусский народ? Верю я только в Бога. Я не могу вам ответить на вопрос, верю в это или нет. Я недостаточно хорошо знаю белорусский народ. Ну, если бы я вас стал убеждать, вы же говорите, у меня спецслужбы, они все видящие там и все слышащие. Но могу я вот компактной Беларуси точно знать за Лукашенко большинство или против? Могу. Я вам говорю, могу. И если бы я только почувствовал, а тем более факты на стол положили мне, что большинство белорусского народа по закону Лукашенко не поддерживают, судьба Лукашенко им же была решена в течение суток. Как? Если народ. Как? Все, я ушел бы. Куда? Куда? На пенсию. На пенсию. Ну, вот я прям представляю. Приходит к вам руководитель службы безопасности и говорит, товарищ президент, вот последний опрос общественного мнения. Да как он такое вам сможет? Вы неправильно. Вы, наверное, меня действительно считаете в этом плане абсолютным диктатором. То есть вы готовы принимать любую информацию? Он один сидит и он второй. Это мои дети, которые выросли возле меня адъютантами. Они меня знают. Они знают. Ну и как они смогут обидоваться? Они придут. Как прийти к отцу и сказать, папа? Уходи. Это невозможно. Так не уходи, не скажут. Они положат мне документы на стол. И служба безопасности, кстати, здесь абсолютно ни при чем. Она не имеет к этому никакого отношения. То есть вы не позволяете им льстить? Не позволяете им приглаживать реальность? Вы что? Вы заставляете, чтобы вот вся правда, как она есть, чтобы она была у вас? Если бы не они даже, а она из этого ближнего круга мне сказала неправду хоть один раз, ее бы мгновенно здесь не было. Льстить запрещено. Это особенность Беларуси и белорусского президента, извините за нескромность. Но вы способны отдать власть? Элементарно. Кому? Слушай, ну вот она тебе после этого расскажет, как было. Кому? Это уж пусть народ определит. И вот вы это все создали, вы воспитали, вы посмотрели. Да, народ это не оценил, скажем так, или же народу надоело с каждого утюга видеть Лукашенко. Всякое же бывает, я же земной человек понимаю. Народ решил, что хватит. Ну и хорошо, слушайте. Значит, народ сделал свой выбор. Большое количество людей так думало до выборов. Сейчас огромное подавляющее количество людей садится и думает, господи, слава богу, что он остался. Увидели, что могло быть. Конечно, особенно после Казахстана. Сколько лет руководителем Беларуси будет Лукашенко еще? Для себя внутри отвечаете на этот вопрос? Нет, если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси, ну как типа война, война, и еще важнее внутри, нас будут как в 20-м году рвать, всегда будет. Но если все будет спокойно, как вы говорите, кто, 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 вот он кто появится, мы определимся. Но поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию. Когда ты зависишь от обстоятельств многих, ты, ну, просто повязан всем тем, своей страной, которую ты создавал с кем-то руками своими и прочее, прочее. До детей. То есть это не работа, это служение? Не служба, а служение, правильно сказал. Это даже не служба, это служение. Спасибо, товарищ президент. Спасибо, Володя, что ты наконец понял, что я еще не господин.